всех приветствую друзья на связи данки в этом видео хочу показать вам новый игровой режим который пока что находится в закрытом тестировании у команды core тестов об этом подробнее расскажу режим кодовое название пока что у него фуфа 4 на 3 то есть четыре игрока и три флага кто не знает что фуфа это режим где каждый игрок играет за себя и на то чтобы он победить нужно уничтожить все базы и всю армию своих противников то бишь трех игроков второй вариант для этого режима это заполнить шкалу заполнить шкалу можно захватывать флаги за их удержание вы будете получать очки накапываете определенное количество очков шкала заполняется вы побеждаете не обязательно уничтожать базу противника и третий вариант конкретно для этого соревнования как можно победить это по активности но не по активности то есть по количеству очков которые ты успел заработать за 10 минут вы все помните как играется режим 1 1 2 на 2 когда бой подходит уже к часу 60 минут победитель определяется по активности активность она определяется от того сколько там юнитов уничтожил на базе противника сколько здание потерял то есть обычно победители определяется вот так вот если есть рамки боя по времени в этом режиме рамки другие они определяются очками которые ты заработал удерживая флаги вот и на этом играя в это соревнование становится уникально интересно потому что ты пытаешься в самом начале хотя бы лишнюю секунду удержать флаг чтобы дальнейшем тебя было больше шансов победить вот еще интересный момент что здесь находится четыре игрока это картосов аж квадратом игроки расположены вот и всего три флага то есть нельзя взять захватить флаг сидеть на нем то есть никуда не дергаться кому-то может плага не хватить он будет вынужден кого-то другого выбивать с этого флага захватывать его это тоже очень интересно вот заполняется шкала вы видите на экране у меня уже девятнадцать очков из 100 заполняется шкала довольно быстро когда я удержу два флага я понимаю это поэтому с самого начала боя постарался как можно быстрее захватить флаг заминировать его чтобы в дальнейшем я мог его удерживать по сути я вот сейчас захватил два флага и если я даже сейчас флаг один отдам посередине на середине карте и буду удерживать один свой скорее всего я уже смогу победить потому что продолжительное время я набираю большое количество очков то есть там зеленый игрок набирает очки шкалы к сожалению пока что не видно потому что закрытое тестирование этого режима отображение большого количества шкал не реализовано в будущем так вот такой будет вот и будет понятно то сколько очков набрал пока что мы видим только шкалу игрока у которого больше всего очков и те видят что у меня очков много по идее что надо делать выдавать мне то есть игрок сверху надо мной должен захватить флаг которая заминировать пытаюсь игроки с левой части острова должны захватить с центральный флаг и поделить его между собой так краски этим и интересный режим игры что ты вроде как можешь воспользоваться своими противниками в своих целях так сказать ну в дальнейшем может увидеть такие моменты интересны вот есть разведчик от синего игрока на холме он видим хотел посмотреть что он там на флаге находится нам это не дал сделал тасой была мысль пойти захватить контейнеры на море но бой очень динамично очень активно и в итоге я не успеваю противниками атакуют грена креп молотки в общем всего там наклепал огромную кучу далее через тяжелую технику не играть то что теряешь время можно конечно пойти в развитие сделка героев третьего уровня гигаха вы поняли за защит но рискуете что ваш противник просто захватить флаги и победит используя суд туда активно способность в толпу закрываю и вот у меня брони снайп зикобразами пытаются справиться вот с этой армией констерации я в более хорошей позиции потому что у меня широкий фронт юниты более дальнобойные плюс активно способность была сработала у осы то есть я вношу там на 40 50 процентов больше урона по юнитам противника вот ну за счет этого я думал что в общем еще кстати мины были очень много мин был на фонде все потому что с синим игроком я смогу справиться и вообще это будет очень легкий бой заменить но как минимум в итоге констерации за счет своей мощи меня выдавило плюс еще прилетел серафим самый ненужный момент и когда у меня была армия констерирована в одной большой куче он применил активную способность закидал меня ракетные у меня огромные потери просто серафим он очень хорошо работает против пехоты больших скоплений пехоты у него много ракет которые убивают пехоту на раз-два он может быть слаб против зевс ягуаров не уничтожает их а только дамажит а вот против 1 2 брони его на вот очень эффективно понятно то что юнит третьего уровня штаба 2 уровня как герой он играет сообщим на третьем уровне штаба они против 4 вот видим что синий игрок решил доминировать это моих захватывающих себе центральный флаг тоже хочет победить видим краем глаз пока у меня был захвачен флаг что на синий игрока напал верхний игрок то есть он видимо хочет захватить себе центральный флаг я пользуюсь этой возможностью вот смотрите здесь такой момент я понимаю вижу что синие пошел на центр захватывать флаг и он дерется с сопротивленцем сверху слева который находится вот этой возможности я пользуюсь чтобы захватить себе этот флаг пока он не может этого сделать я мог получить себе еще несколько очков вот еще один серафим прилетает тот же самый ценю игрока вот я занимаю позицию картон буду пытаться удерживать флаг как можно дольше то что мне надо заработать еще 14 очков я смогу победить ну или даже всем не получится у меня заполнить шкалу то очков меня наверняка будет больше чем у всех остальных игроков которые в этом бою играют и 10 минут я просто получу победу опять же не в активности бою сколько юнитов уничтожил а сколько очков я заработал получил за удержание флаг здесь это очень важно ну да наверно может это игровой режим не понравится тем кто любит на базе сидеть развиваться но за счет высокой динамики играть в него реально интересно это подумал ладно захватывает флаг право я пойду захочу центральный и оставшиеся очки соберу там и смогущий бы завершить бой но к сожалению в центральной части минимум у нас игрок сопротивления он все-таки захватил флаг и я отступаю назад потому что думал что после захвата центрального флага я смогу победить поэтому отвел свою армию назад ну и как бы там фуловый цербер с полными хп я подумал что с ним сражаться я скорее всего уже не смогу поэтому я отхожу назад уже момент потерял когда можно было попробовать что повоевать удерживать центральный флаг но я бы тогда рискал вообще всю свою армию потерять и без армии я перезахватить у синего игрока флаг вряд ли бы смог а зеленый с красным вряд ли бы мне позволили захватить центральный флаг учитывая что мне там до победы осталось несколько очков вот я решил вкрать какая-то разведчика посмотреть вообще чем кто занимается может получится самый левый флаг захватить койотам под шумок пока никто никто не видит но нет здесь видим что воюют зевсы с тайфунами против красного сопротивленца пусть они за левый флаг сражаются вот отправляя разведчиком вижу что в центре синий игрок захватил флаг уже практически и он перегруппироваться на правую часть то что он понимает что если я сейчас захочу хотя бы один из двух флагов я начну получать очки это не как режиме доминирования даже что твоя шкала она толкает шкалу противника здесь наоборот ты накапливаешь очки то есть если все флаги потерял ты ничего не теряешь в этом сайте джим ты теряешь очки есть себе уничтожать здание тоже интересный момент если я сейчас сам себе даже уничтожить центр снабжения у меня будет минус 5 очков то есть вы тоже можете посмотреть так а чуть-чуть желтый игрок практически победил давай мы ему уничтожим пару здания то как напрягает все игроки не хотят проигрывать будут пытаться атаковать того кто пока что ближе всего победе этим интересен этот игровой режим ну и здесь я просто воспользоваться возможностью и героями отправил основную армию на левый край понимал что вся армия сирата пойдет налево защищать флаг а сам тем временем хайота ой хайота отправил на правый флаг и там установил турели в как бы этот и левый правый правый флаг и захватил и стопроцентно смогу теперь победить вот такой-то игровой режим пишите свои комментарии чтобы об этом думать это опять же черновая версия прототип он будет улучшаться там строки таймер может в обратную сторону идти боя они появляться как центр ночью особо не равняйтесь чтоб именно такой баланса будет в этом турнире благодарю за просмотр и всем удачи и Субтитры сделал DimaTorzok